Заключительный день Большого Шлема Анталия 2023 И сейчас у нас на обзоре весовая категория до 90 килограммов И да, этого человека я выбрал в качестве фаворита И он сегодня оправдал все мои ожидания 31-летний чемпион мира Токио 2019 Представитель Нидерландов Нойл Ван Тент На ваших экранах второй раунд Против канадского дзюдоиста в синем кимоно И буквально через 2 минуты после начала встречи Нойл Ван Тент проводит одну из своих коронок зацеп на Япон И третий раунд против Мурада Фатиева, который представляет Азербайджан Это уже вторая золотая медаль для Нойла Ван Тенда в этом году Предыдущую он завоевал на парижском Грэн Слэме в феврале И хочется сказать, что на чемпионат мира в Дохе подходит с очень хорошим результатом Две медали в активе этого дзюдоиста за текущий год Это отличный результат Тем более после определенное время простоя Без медалей Я думаю, что Нойл может быть доволен собой Ну и как вы видите, борьба была очень равная, близкая И на самом деле Мурад выглядел даже где-то поинтереснее В принципе, очень серьезный соперник Но в этом эпизоде дзюдоист в синем кимоно ошибается И получает дисквалификацию Ваки Гатамы За движение против локтевого сустава своего оппонента Судьи снимают Фатиева из Азербайджана Ну и таким образом Нойл Вантент устремляется в четвертьфинальную стадию турнира В которой он боролся против венгерского дзюдоиста Роланда Готца Тот, в свою очередь, занял пятое место Проиграв за бронзу Иванову Ивайло Который представляет Болгарию Который перебрался из визовой категории до 81 кг В категорию до 90 кг Ну и хочется сказать, что венгерский дзюдоист потрепал нервишки нашему герою сегодняшнему Смог он составить ему оппозицию И в этом эпизоде как раз таки с колен бросает на Вазари Нидерландского дзюдоиста Венгер И ведет на Вазари Но недолго Это было совершенно недолго Буквально в следующем опасном эпизоде Нойл Вантент комбетчит И выходит в полуфинал Все тот же бросок Коучи В полуфинале он боролся против молодого украинского дзюдоиста Я бы сказал даже юного Артема Бубаря Который С начала этого года показывает просто прекрасную борьбу Навязывает Очень серьезную конкуренцию Очень сильным дзюдоистам И сегодня Артем стал третьим Показал хорошую борьбу Несколько крутых ипонов В том числе в матче за бронзу Ну а Нойл Вантент Как вы понимаете прошел украинцам Очень уверенно Все таки опыт берет свое Вот здесь вот он понял Что украинец выставляет руку И это как раз таки то что нужно ему Чтобы исполнить его любимую спинку Зарабатывает в Азаре И в этом эпизоде тоже Демонстрирует бросок через спину И уверенно Высекает ногу своего оппонента И выходит в финал Финал который он завершил Буквально одной атакой Бросок через спину за два рукава Ну и Л Вантент сегодня уходит С золотой медалью Бросок через спину за два рукава Бросок через спину за два рукава